Вы смотрите новости информбюро. Известный в Карганды блогер Денис Денский заявил, что стал жертвой интернет-мошенников. Они каким-то образом сняли деньги с его счета. Для этого им не потребовалось ни смс-сообщений, ни знаний секретного кода. И, как уверяет блогер, потерпевших немало. Деньги с карты снимали в несколько подходов, рассказывает блогер Денис Денский. В 8 утра пришли два уведомления. 4000 списались со счета и тут же вернулись обратно. А спустя несколько часов со счета исчезли 50 долларов, через минуту еще 100. На карте осталось 800 тенге. Никаких смс-сообщений не получал, кодов не вводил, говорит блогер. Деньги ушли якобы за покупку фото или игр, но Денис уверяет, что ничего такого не покупал. Получил множество откликов от своих читателей. Люди писали, что с их счета также списывались у кого-то 200 тысяч тенге, 100 тысяч, 80 тысяч тенге, 20 тысяч и так далее. Ранее Денский делал покупки на известном китайском сайте. Подозревает, что CVC-код его карты мошенники выкрали оттуда. Заявление в полицию не писал, ведь никому из его подписчиков, пострадавших, также деньги не вернули. Такие преступления действительно раскрывать тяжело, говорят в полиции. За последний год их стало в три раза больше, но заявление подать все же советуют. По-любому тот или иной потерпевший, который проходит именно по интернет-мошенницам, он дает даже по телефону какие-либо сведения. И этих сведений достаточно для мошенников, чтобы произвести какую-то операцию по съему денежных средств. В банке еще разбирают, а со случаем Дениса и пока комментариев не дают. В государственной службе реагирования на компьютерные инциденты советуют заменить банковскую карту. Она может быть компрометирована. Рекомендуем пользователю проверить все свои устройства на наличие вредоносных программных ботнетов или вирусов на устройстве. Необходимо пользователю также проверить привязку своих банковских карт к различного рода мобильным приложениям. Прежде чем совершать покупки на каком-то из сайтов, IT-специалисты советуют проверить его надежность. Для этого можно отправить ссылку с сайта в службу реагирования на компьютерные инциденты по адресу cert.gov.kz или в чат информационная безопасность РК мессенджера Telegram. Специалисты работают круглосуточно, а сам Денис рекомендует закрыть доступ к карты к интернет-покупкам. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Информбюро, когда нужна честная информация.